Ограничивать авиасообщения со странами, в которых выявлены вспышки нового вируса, Россия начала еще 1 февраля. Уже тогда появились первые пострадавшие туристы, которые захотели вернуть свои деньги за несостоявшийся отдых. Для этого необходимо написать заявление на возврат средств. Если деньги не вернутся в течение 10 дней, то составить претензию, которую туроператор обязан принять по законодательству. Важно, что документ должен быть составлен в двух экземплярах, и на них представители турфирмы должны поставить печать или слово «принято», а также дату и подпись. Только так документ может считаться юридически действительным. Как оказалось на практике, сделать это не так просто. Я не буду ничего подправить. Вы отказываетесь? Конечно, я не полномочена. А кто полномочен? Наверное, директор, но сегодня его нет на месте. А почему директора нет на месте, когда у вас рабочие часы? Сегодня рабочий день. А почему тогда заявлено, что сегодня рабочий день? Мы работаем в дежурном режиме. А почему это нигде не написано? А где тоже у вас написано? Ну, не знаю, в вашем, наверное, сайте, в правилах, на табличке, по крайней мере. На таблице у вас написано до пяти часов в субботу. Вы сейчас что хотите? Я хочу, чтобы приняли мою претензию. По закону вы это должны сделать. Вы можете оставить на столе у директора? Он посмотрит, да? Вы должны мне на моем экземпляре написать. Я вам ничего не должна. Напряженная ситуация сейчас во всех туристических агентствах. Некоторые туроператоры оказались более благосклонными к своим туристам. В соцсетях они размещают посты с информацией, что в любое время они доступны для своих туристов. И указаны пять номеров телефонов. Ранее наша съемочная группа делала попытки связаться, но ни один из этих номеров телефона не был доступен, к сожалению. Сейчас мы повторим этот эксперимент. Может быть, в этот раз нам повезет больше. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Со слов экспертов, в сложившейся ситуации выстоят лишь крупные фирмы. Что касается туристов, им предлагают два пути решения. Деньги остаются замороженными на депозите, и их можно перекинуть на путевку в следующем сезоне. И второй вариант – написать еще одно заявление на возврат денег. Но в таком случае всю сумму вернуть не получится. С туриста удержат штрафы. Однако эти условия – лишь компромисс. Они не соответствуют закону о защите прав потребителя. Если туристическая путевка так и не состоялась, но заявление было подано в соответствующие сроки, то компенсация должна произойти в стопроцентном размере. Если после того, то есть, например, путешествие уже началось, или путевка, и только после начала было подано заявление, тогда будет компенсирована стоимость, ну не в полном объеме, а в фактически понесенных затратах. Есть основание предполагать, что не все туроператоры сейчас будут добровольно возмещать денежные суммы, учитывая большую волну таких путешественников, у которых не стоялись поездки. Десятидневный срок установлен для того, чтобы, если туроператор найдет возможность урегулироваться как-то мирным путем, эта попытка состоялась. Если нет, то либо туроператор пишет отказ, либо он игнорирует, то есть не отвечает на сообщения, и тогда у заявителя есть законное право обращаться в суд. Суд – это крайняя инстанция. Заявление написать туда можно, но пока и они закрыты на карантин. Правительство страны сейчас решает вопрос по урегулированию ситуации с турфирмами. А пока спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Телеканал «Самары ГИС» будет следить за развитием событий. Мария Левина, Сергей Баскин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова